В жизни актрисы Натальи Селезневой могло не быть ни славы, ни счастливого подружного життя. Как бы не щира вдача акторки и здатность до несподеванных вчинок. Сегодня иконы радянского кино 73, и почти 50 из них она провела вместе с человеком, который стал для нее главным и единым. Слава на нее буквально свалилась. Однажды студентку театрального училища Наталью Селезневу заметил ассистент известного режиссера. Он схватил девушку за руку и сказал, приезжайте на Мосфильм, для вас есть отличная роль. Наталья решила попробовать. Входите! При первом знакомстве молодая актриса не впечатлила Леонида Гайдая. Он строго глянул на Селезневу и произнес, Вы, конечно, хороши, вот только фигура у вас не очень. Как не очень? Возмутилась Наталья и легким движением руки сняла с себя платье. А потом также непосредственно надела его и выбежала в коридор. Так Наталья получила роль Лиды. Лида. Петя. Эээ, Саша. После выхода фильма на экраны в молодую актрису, такую непринужденную и лучезарную, влюбились практически все ребята. И лишь один мужчина оставался к Наталье абсолютно равнодушным. Актер Владимир Андреев по какой-то причине так и не посмотрел нашумевшую картину. А вот у Натальи при встрече с ним замирало сердце. Впервые они встретились на съемках фильма «Калиф Аист». Андреев играл принца Селезнева принцессу. Как же ей хотелось перенести эту сказочную историю в реальную жизнь. Но Андреев уже был женат. И как же мне не плакать день и ночь. Познакомившись с Натальей ближе, Владимир все же не устоял перед ее очарованием. Между ними завязался роман, красивый и возвышенный. Владимир видел в Наталье маленькую девочку, которую хочется любить и опекать. Вскоре Андреев развелся с женой и оформил отношения со своей милой Натусей. Шли годы, а Селезнева по-прежнему оставалась для него маленькой задорной девчонкой. Хотя иногда и непослушной. Однажды пытаясь успеть на трамвай, актриса упала, разбила колени и разлила кефир. В тот же день она решила, хватит, покупаю машину. Денег не хватало, но Наталью это не остановило. Пока муж был на гастролях, она продала часть мебели и купила «Жигули». Вернувшись домой, Андреев был несколько шокирован, но ссориться с женой не стал. Воображаю, что сейчас будет, только бы не скандал. Они вместе уже без малого 50 лет, но Наталью годы, кажется, совсем не берут. Она все такая же обаятельная и жизнерадостная. И все так же влюблена, как и много лет назад. Наталья счастливая женщина, ведь провела жизнь с человеком, которого полюбила с первого взгляда.